Во-первых, я очень благодарен тому, что меня сюда пригласили, потому что я на протяжении уже шести лет делаю доклады в буддийских мастерях Индии и Непала, и вот первый раз я делаю это в нашей стране, так что это уже некое достижение. Большое вам спасибо за приглашение. Я хочу сказать, что мой доклад будет посвящен той проблеме, которую наша европейская наука стала заниматься 24 лет назад, которую смурлировал еще Рене Декарт в 1940 году. Это как соотносится физический мир, объективные процессы, мозг и сознание. Как, получается, материя рождает мысль. И я хочу сказать, что я столкнулся пять лет назад с местом, местом, где эти же вещи изучаются уже две с половиной тысячи лет. Поэтому, несомненно, это было очень интересно даже начинать, не говоря о том, чтобы работать. Я хочу сказать, что суть этой проблемы заключается в том, что есть мир идеальный, это сознание, это наше представление, есть мир материальный, и есть наше тело, мозг, который является интерфейсом между вот этим идеальным и материальным миром. С помощью мозга наши мысли, наше сознание может делать реальные дела. В принципе, с решением этой задачи люди очень во многом зашли в тупик. И, начиная с Павлова, все говорили, что нельзя останавливаться только на одной физиологии. Вот вы видите первый абзац, что нужно очень большое разнообразие точек зрения. По этой же причине уже в середине, в второе половине прошлого века Наталья Петровна Бехтерева, кстати, моя мать, она академик, она тоже писала, вот вы можете прочитать, о том, что необходимо привлечение новых знаний к обычной психологии, к обычным исследователям. И совсем недавно академик Назрачев написал тоже очень похожие вещи. То есть наша европейская наука хорошо понимала необходимость расширения базы данных, необходимость привлечения других, воззрения других принципов. Я хочу сказать, что для меня эти исследования являются некоторым образом семейным бизнесом, поскольку этим занимался мой прадед Академия Бехтерев, Владимир Михайлович, этим занималась моя мать, этим занимается, наконец, я, практически всю свою создательную жизнь. Поэтому мне было очень интересно, когда появилась возможность, не сразу, потому что какое-то время даже говорить о том, что заниматься совместно с буддийскими священниками чем-то, ну, было не очень хорошо. Дело все в том, что до практически неданнего времени эти два направления, наше направление и, назовем, буддийскими, хотя нельзя это так назвать, скажем, восточные направления, они существовали как-то отдельно. Ну, восточные изобретения приходили на запад, начиная с пороха и фарфора, но не было таких большого перемещения. И было два разных пути. Либо это был путь логических доводов, размышлений, либо это был путь чистого эксперимента, когда люди, получая какие-то факты, пытались из них построить теорию. Но дело все в том, что так как задачей любой теории, любого знания является объяснением действительности, то, естественно, у нас должно было быть много общего. Хотя, то, что я понял на конференциях, которых присутствовал у его святейшества, для европейца некоторые высказывания и обороты речи, очень трудно понять, что под этим именно подразумевается. Но, в принципе, когда я начал вникать в доклады буддистских ученых, то оказалось, что это очень созвучно тому, что у нас происходит в европейской науке. И это понятно, потому что мир един, и поэтому, как бы вы его ни описывали, если вы его правильно описываете, то эти описания будут схожими. Это началось еще с времен Пифагора, потому что еще древние египтяне, конечно, знали теорему Пифагора, о том, что квадрат ткать, это френд квадрата гипотенузы, но они это не доказывали, они просто это знали. И вот поэтому от логики к единой картине мира это путь скорее восточный. И Пифагор потребовал доказательности от эксперимента к выводам и доказательности теорем, которые приводятся. Эта, кстати, линия очень хороша была в физике, в химии и в естественных науках. Но сейчас получилось так, что сознание человека, его мозг настолько сложен, что вот просто так, как физику, изучать невозможно. И необходим какой-то синтез представлений, которые будут идти от идеи, логических суждений, к эксперименту и концепции. Этот путь академик, мой хороший друг, академик Анохи назвал так называемым срединным путем. То есть западная наука действительно нуждается в дополнительных, в новых подходах к исследованию, потому что на протяжении очень долгого времени практически никаких новых знаний о сознании во всем, принципиальных знаний, не очень-то появлялось. И это необходимо сочетанное изучение этого явления. Тем более, что, я уже повторюсь, двух тысячелетний, даже трехтысячелетний опыт изучения сознания. Здесь две вещи. Первое – это его софтехничество Дайл Лав. На меня произвело огромное впечатление. Две его цитаты. Первое – это то, что он считает необходимым, чтобы буддийские воззрения были проверены и доказаны учеными. Он говорит, что это не так, что одно дело, когда это догма, когда это говорится священникам, и другое дело, когда это доказано с помощью непрежимых научных экспериментов. И второе – то, что для меня было крайне неожиданно услышать от священника, священника, священника такого высокого уровня, это то, что если наши результаты получить с помощью исследовательных экспериментов противоречит идеям буддизма, то мы там обладаем свободой отвергнуть старые идеи. То есть если на протяжении очень долгого времени было иначе, рассматривалось так, что если что-то противоречит воззрению, догмам, то нужно эти вот новые факты отбрасывать. Нет, здесь прямо говорится о том, что необходимо менять догму. И то, что писала Наталья Петровна, что сейчас наука вошла в ту фазу, когда она нередко подтверждает прямо или косвенно ряд подтверждений религии. Ее истории, которые раньше вообще не принимались никак и не рассматривались. Я и раньше знал его священничество, но в 2018 году я присутствовал на конференции, на которой была встреча российских и буддистских ученых, и там были наши доклады. Для меня, на меня это произвело очень серьезное впечатление, потому что я вот именно тогда неожиданно начал переводить вот язык буддистской науки, буддистских представлений. Понимаете, ведь если взять христианство, Библию, то тоже, когда говорится, что Бог создал мир в течение шести-семи дней, понимаете, это не означает, что семь восходов солнца, это можно считать, как семь периодов. То есть вот это просто нужно понимать, поскольку разные формулировки, и очень часто просто люди из разных миров не понимают логику друг друга. Вот, это конференция, и на конференции я сидел за столом, когда рядом с... Почему-то я всегда сижу по левую руку от Далай-Ламы, и когда на фотографии я его держу за левую руку, вот, то он сказал, что его очень интересует такой феномен, как тугдам. Но я думаю, что здесь не надо объяснять, что такое тугдам. Вот, и подготовка к тугдаму, то есть как человек приходит в это состояние. А тогда как раз получилось так, что по возрасту я уже перестал быть директором, и у меня было свободное время и желание. И я предложил ему, что давайте попробуем заняться. Он сказал, что он был бы очень рад, если бы кто-то из наших ученых этим занялся бы. И на мое удивление, я часто общался с властьимущими, обычно они вот так говорят, потом все забывается. Но когда мы с Далай-Ламой через месяц встретились в Риге, то он оказался абсолютно подготовленным к разговору, предложил целый ряд конкретных решений того, как мы можем исследовать этот феномен по смерти медитации. Причем я хочу сказать, что это исследование интересно как для буддийской науки, так и для нашей науки, потому что оно проливает совершенно новые данные о природе человеческого сознания. И вот с помощью его святейшества в октябре 2019 года, то есть практически через год, за это время мы провели таких экспедиций по разным монастырям, ориентируясь, что мы хотим получить, что нам могут предоставить монастырям, получить большую поддержку в монастырях сначала Юга Индии. И вот впервые в истории буддизма в непосредственных монастырях, не в каких-то институтах находятся за 100 километров от монастырей, а прямо в тех условиях, в которых живут монахи, в их храмах была открыта современная психо-визионическая лаборатория с современными приборами и оборудованием. Значит, дальше эта история пошла так развиваться. Ну, в общем, вы видите, где у нас сейчас есть лаборатория, где проводят исследования. Это Юга Индии, Это впервые тантрические монастырии, где проходят последовательные исследования. У нас сейчас, я могу сказать, что наша группа, вы потом увидите эту группу и услышите доклады ее членов, в частности, профессора Каплана. Сейчас уже больше 200 исследований проведено. Это, пожалуй, самая большая в мире база данных. И вот здесь я хочу сказать, что мы были поражены, насколько мы получали поддержку со стороны и аббатов, и монахов этих монастырей. Сначала нам было трудно просить, чтобы монахи участвовали с нами в экспериментах. Сейчас это стало существенно проще. И здесь вы видите всех настоятелей монастырей Юга Индии, девяти монастырей, которые присутствуют на открытии этой лаборатории. И отличительные особенности этой лаборатории – это то, о чем будет рассказано завтра в докладе Елены Кокуриной. это то, что, по сути, исследования производятся не нами, не европейцами, а непосредственно монахами. Мы взяли и обучили, сейчас у нас порядка около 25 сотрудников, молодые монахи, которые освоили технику эксперимента, технику исследования. И, по сути, вы видите, что эксперимент проводится ими. Мы присутствуем и иногда что-то подправляем. Мы опубликовали концепцию, которая была принята научным сообществом, о том, как исследовать, что именно нужно изучать. И задачи я сейчас кратко перечислю. Это, во-первых, поиск физиологических механизмов, почему же не разлагается тело. Это исследование обеспечения прижизненных практик, которые приводят к даму. Как мы можем понять, что происходит, переход от грубого уровня сознания к тонкому уровню сознания, что при этом происходит в мозге человека, и вообще, что происходит во время медитации. У нас сейчас набрано большое количество исследований, в том числе, дантрических практик. Это впервые последовательное исследование, проводимое в тантрических мастерях. Причём я хочу подчеркнуть, что мы не исследуем философские и религиозные аспекты. Это исключительно физиология и научный интерес. Теперь, значит, как исследуется сознание. Это обычно пытаются найти какое-то изменённое состояние сознания у человека и смотришь, что же происходит во время состояния. Но оказалось, что практически единственное повторяемое изменённое состояние сознания возникает при физиологических родах. Когда женщина рожает, они, в общем, рожают, извините, более-менее все одинаково. И изменённое состояние сознания происходит у всех более-менее одинаково. Так вот, у нас в институте ещё давно, почти 40 лет назад, была организована группа по изучению изменённого состояния сознания. И почему нас очень интересует вот это, то, что мы изучаем здесь, если у меня в буддийских монастырях, это потому, что идеальной моделью является именно медитация, изменённое состояние сознания, глубокая медитация. То есть, почему это так? Потому что это, практикующие монахи, могут осознанно переходить в определённое стандартное состояние. То есть, они очень спокойны, все одинаково говорят, как характеризуется состояние, что это за состояние, глубиной, они оценят глубину этого состояния. Поэтому, в принципе, это идеальные, испытуемые, идеальные помощники для исследования вот этого феномена сознания, феномена изменённого состояния сознания. И это состояние сознания они могут поддерживать часами, что тоже очень важно. Конкретно мы исследуем прижизненную медитацию, дальше в наших планах исследуют, собственно, процесс умирания, но это пока что ещё, особенно из-за ковида, это сложно делать. И дальше мы исследуем, собственно, состояние тела после смерти, посмертная медитация и тугдам. Согласно буддистским источникам, наблюдениям, некоторые мастера, выполняя вот эту посмертную медитацию, могут достигать состояния, в котором остаются после физической смерти практически нетленными, в течение дней, недель и месяцев не обнаружатся признаки разложения. И Далай-Лам вот предложил нам как раз исследовать, что же происходит, почему нет признаков разложения, почему тело сохраняется практически неизменным, и предоставил нам необходимые полномочия. Я потом ещё скажу, у нас сейчас уже исследованы 23 случая тугдама в монастырях, мы ездим практически на каждый случай тугдама с помощью современной аппаратуры. И я хочу сказать, что мы исследуем не жизнь после смерти, не религиозные постулаты, а объективность существующего состояния тела после официально заинфицированной медиками смерти, которая заключается в чрезвычайно замедленном процессе распада тканей, соблюдать состояние тела. Мы не трогаем, тугдам это немножко больше, чем это. Это ещё и вопрос сознания, и вопросы, собственно, буддистские вопросы. Это мы не трогаем. При этом мы исследуем при жизни медитации, согласованную с темой медицинских практик, которые нам рекомендовало святейшество. Это когда воспроизводится, но вы это знаете лучше меня, естественно, в процессе при жизни медитации, постепенные этапы умирания и смерти. Конкретные типы вот здесь написаны. И я хочу сказать, что такие техники, тантрические техники, особенно такие техники, мало исследованы учёными, а масштабные исследования практиков в их естественной среде обитания, то есть в монастырях, когда их ничего не отвлекает, это впервые в мире происходит. С помощью мы исследуем эти все ситуации с помощью современных методов. Это электроэнцефалограмма. Вот правый, левый слайд, левая картинка. Это инфракрасная, с помощью здравоохранения лучей, исследование мозгового кровотока в коре головного мозга и исследование поверхностной температуры тела. Это технический метод исследования, потому что, скажем, исследование с помощью МРТ, магнитостомографа, ну какая может медитация, когда человек сидит в трубе, и там шум, стук, и ему просто страшно элементарно. Вот это то, что будет рассказано сегодня вечером. Это направление возглавляется профессором Капланом Александром Яковлевичем. Ставятся датчики, исследуется мозговой кровоток в коре головного мозга, заражает активацию тех или иных структур. Вот картинка внизу, это слева, это как раз активированную, по-разному активированную участку коры. Исследование с помощью термографа, вот это в момент до и после медитации изображения монаха. Дальше вы увидите более выразительные картинки. Что мы можем делать? Мы можем, это лаборатория прямо в Ташилумпо. И здесь исследуется одновременно и ЭЭГ, и температурные изменения, что позволяет, скажем, брать ЭЭГ, не просто исследовать его текущее состояние, а наблюдать этапы медитации, отделять одно от другого и исследовать их раздельно. Мы как Далай-Лам нам посоветовал, что определенный номинативный практик реализуется постепенным растворением грубых уровней сознания, связанных с пятью органами чувств. И мы предложили, что этот процесс естественно будет проявляться как снижение сенсорной когнитивной оборудки внешних стимулов. То есть человек просто не будет обращать ни к ним, ни будет слышать. И для этого мы используем специальную методику, которая очень известна в мире, очень популярная, это с вами негативное согласование. И оказалось, я не буду сейчас рассказывать конкретно вот эти графики, но самый главный, нижний правый график, вы видите, что под контролем есть активация в мозге, что отражает восприятие внешнего мира, и это восприятие внешнего мира существенно снижается, то есть эта медитация, она резко снижает грубое, уходит от грубого сознания, и получается так, что человек отходит от внешнего мира. Уход от грубого сознания. Меня, надо сказать, удивило, насколько точно то, что мы получали, характеризовалось тем, что нам говорили наши кураторы от монастырей, потому что у нас в каждой группе монастырей были очень уважаемые люди, которые я не могу объяснять буддистские какие-то детали, а они вот, и мы работаем вдвоем, мы сидим рядом за экраном, я рассказываю, что мы получили, и он говорит о том, значит, что это может означать, и тут же находится цитату из книги Дарай-Лама. Это очень такая хорошая совместная работа. И показано, что исследуемые виды медитации воздействуют на абсолютно базовый механизм мозга, механизм текстов ошибок. Этот механизм определяет, по сути, очень часто поведение человека. Так вот, на него воздействовать крайне сложно. Из-за этого, например, не лечится наркомания практически, многие вещи трудные, чем мы. А медитация, вот эта медитация, оказывается, это может на него воздействовать. По этому поводу были обликованы статья в очень уважаемом высокорейдном журнале на Западе, где мы описали наши результаты. И эта статья была представлена во святейшество и достаточно высоко оценена. По термографии мы исследовали это у 23 испытуемых тантрического направления. и в 19 случаях, то есть практически в трех-четвертях, мы увидели фазовые температурные реакции. Вот вы видите в нижнем правом углу на экране реакции температуры различных участков тела, а на правом, слева вы видите очень уважаемый Ринпоча, который демонстрировал эти реакции многократно, и это была абсурдно воспроизводимая вещь. А вот сейчас я попробую вам рассказать другую очень интересную вещь. Сейчас, минуточку. Вот это медитация в Торо-Антрический монастырь в Непале. Вот, смотрите, изменение температуры в процессе медитации. Вот идет нагрев, причем только скальпа. И что интересно, что мы не показывали сначала этому монаху, очень уважаемому монаху, эти результаты. Вот, смотрите, стабилизация пошла, сейчас будет окончание медитации, вот он закончил, и мгновенно температура приходит в норму. То есть это вызванные медитации, изменения. Они отражают фазы медитации, и монах нам очень четко сказал, вот это время я делал одно, дальше я делал другое, дальше у меня была третья фаза медитации. еще одна вещь, которая у меня очень была неожиданна, я ожидал изменения на скальпе, недалеко от мозга, как говорится, но мои буддистские коллеги говорили, что надо обратить особое внимание на эпикрадиальную область, вот здесь вот. И действительно, то, что я не верил, мы обнаружили изменения в эпикрадиальной области, причем здесь они еще не очень большие, они воспроизводимые, а вот дальше я вам покажу совсем, вот, кривая, на сколько, на несколько градусов, понимаете, что такое несколько градусов? Температура человека 37 градусов, приблизительно, если она повышается на 4 градуса, это уже предсмертное состояние, а здесь в процессе медитации настолько сильно меняется температура кожных покровов, то есть это действительно очень мощное воздействие на человека. Значит, теперь мы исследовали совместно, извините, я немножечко задерживаюсь, мы исследовали в случае остроенного задержания тела Токдам. Значит, это было изменение температуры тела, сканирование температуры тела, судебно-медицинское спецназрение ежедневное, которое проводилось и нашими, и российскими, и американскими учёными. Мы это делали совместно с американской группой, вот, и мы получили однинаковые результаты, то есть, во-первых, показано, что Токдам действительно существует. Вот это наше исследование Токдама, вот эти исследования, которые мы проводим, причём, заметьте, что тоже, что некоторые исследования проводил я и моя сотрудница, но большинство исследований проводили молодые монахи. Вот, на основании этого, я уже скоро заканчиваю, на результате получено, что действительно существует ранее неописанное, ранее неизвестное феномен, неизвестный феномен отсроченного разложения тела за медленный процесс распада, когда, если при нормальной ситуации распад ткани происходит градуально, то есть, постепенно идёт распад, то здесь наблюдается, когда в течение месяцев, ну, месяц, это то, что я видел, говорят, что и больше есть, практически ничего с телом не происходит, и потом резкий распад в течение часа, его еле-еле успевают из-за неприятной вещи собрать, вот, то есть, это плато и резкий обвал, значит, мы подготовили по этому поводу статью, которая сейчас находится на рассмотрении, при этом мы работаем не только с американцами, но и с институтом Менсекан, причём они докладывают свои результаты на, тоже это привыкли, на международных конгрессах по физиологии, вот, значит, в частности у нас был, вот, такой доклад был сделан на международных конгрессах в 21-м году по психофизиологии, и он был воспринят абсолютно нормально, адекватно, научився общество, что является тоже, в общем, победой, потому что до, до этого момента говорилось так, ну да, ну это, конечно, говорят, но мало ли что говорят религиозные люди, мы доказали, что они, то, что они говорят, очень важно, и сейчас я уже перейду к результатам, главный результат нашего первого этапа, это не то, что мы разобрались в чём-то, в чём-то, очень сильное, мы обнаружили много интересных эффектов, на которые сейчас у меня просто нет времени рассказать, но, что самое главное, мы доказали объективное существование описанных в буддийских трактатах, о которых говорят буддийские учёные, явлений, и это сейчас это уже не разговоры на уровне таком истории, а законный объект научных исследований. Наши планы, естественно, дальнейшие исследования и взаимодействия сознания тела, и инвазивные исследования, мы уже потихоньку начинаем инвазивные исследования, и работа с пожилыми монахами, потому что интересно возрастные изменения, вот, посмотрите, они в ряде случаев бывают замедленными тоже, и исследования тантры на когнитивный и биологический возраст. Потому что, когда мы видим практически 100-летних очень сохранных монахов, нужно понимать, почему это происходит. Я не буду перечислять значения виски для человечества, начиная от того, что это позволяет подойти ближе к решению основной психологической проблемы, с чего я начал, поставленную у нас Декартом, это использование ресурсов в мозгу человека, это возможность неровно сознания, управления стоянием, виски стоянием организма. Вы можете прочитать это все. Мы очень благодарны его святейшеству за поддержку. На правом слайде я мы рассказываем наши результаты, и вот наша последняя встреча в Дарамсале, мы были на приеме Далай-Лама, и он в общем с большим вниманием выслушал, нас дал очень важный совет, и по сути я могу сказать, что это уникально, я никогда не думал, что он будет практически нашим соавтором и научным консультантом наших исследований. вот вот наша группа, вы видите, это вручение вверху слева это вручение монахам исследователей сертификатов, которым они очень гордятся, они вешают их на своих гельях, вот наши сотрудники, прежде всего, Каплан, Елена Кокурина и Юлия Жиронкина, они находятся здесь, они будут рассказывать сегодня вечером, ну и другие сотрудники, в том числе, и судмедэксперты, которые профессионально, впервые профессионально обследуют стучи Тукдама. Это не на уровне того, что мы ничего не видим или видим, а это ежедневное два раза в день описание исследования тела. И я оканчиваю, я хочу сказать тем, что я, когда мне было лет в семь, начались у нас в стране фантастические рассказы о том, что Туман и Сандромеды, может, я думал, но здесь мало людей, которые это помнят, естественно, по другим соображениям, но я помню. И вот я запоем читал эти книги, и вот сейчас у меня ощущение такое, что я оказался на другой планете, которая две тысячи лет, три тысячи лет отделилась от нашей, и сейчас как-то получилось так, что пришла к энергенции, она к нам пришла, и это необычайно интересно, это очень увлекательно, мы делаем четыре приблизительно и больше экспедиции в год, работаем непосредственно в монастырях, мы получаем очень большую поддержку от Далай-Ламы, практически от всех настоятелей монастырей, и с нами идут, то, чего мы добились очень не сразу, но с нами идут на контакт очень известные практики. Это исследование, оно курируется фондом имени Академика Бехтеревой, к сожалению, оно работает только на пожертвование, потому что я понимаю, что очень трудно российскому фонду фундаментального исследования и российскому фонду научному фонду взять и финансировать исследования монахов и так далее, медитации. Так что я благодарю вас за внимание. Продолжение следует...